Леско! Всем приветик! 20 ноября у нас сегодня мы решили все-таки съездить в лесок посмотрим, что там, погодка теплая но ветрено, правда, на завтра вроде по прогнозу дожди решили проехаться, сейчас без 15.3 у нас час времени сейчас пока доедем, как бы часа нам с головой хватит, подышать воздухом опять давит голову непонятно, что к чему и почему в общем, прогуляемся по осеннему лесу, надеюсь, там еще совсем листва не опало и есть красоты которыми можно полюбоваться осень, моя любимая пора, обожаю ее, особенно вот такой денек, как вчера был, когда я вышла посеять там зелени разные, в тепличку засеяла помидоры, перцы еще зелень да, и луки чернушки экспериментирую ну, в общем, проедемся сейчас посмотрим, что там да, Папуль? ты, конечно, фантазер чего? ну, все деревья уже лысые ну, все деревья лысые а я хочу этой полюбоваться осенней природой ну, сейчас посмотрим так, ну, заезжаем мы в нашу лесопосадочку да, деревья почти голые зато листвы куча все лежит на земле то, что мне в огород надо так, все равно нас папа привез назад лиско давай шапку нет, не замерзнешь привез нас папа сюда в хвойный лесочек здесь высокие такие сосны походим, побродим сейчас подышим свежим воздушком ну да, там деревья облетели а здесь хотя бы зеленые сосны стоят полюбоваться бродит семейство дышит воздухом Игорь Владимирович нравится тебе этот папуль, да? да ну, отлично ходим гуляем, в общем воздух свежий, красота березки да, что такое это длинная трава я через нее пересыпаюсь а это камыш да, что там балутистая какая-то поверхность ну, там высокий столок открытый и дальше, дальше пошла и вода перетекает вот второй идет а, в этот же через дорогу там столок Кирюша там купался наш вот это называется с этого туда дальше идет третий опять, как самый первый, самый чистый в нем купаются тут уже рыбу ловят а вот он дальше туда выходит к частным домам к больнице там уже не купаются потому что люди я так слышал поотводили канализации прямо оттуда в столок красавчики красавчики да, молодцы где живут они сыры ну, правильно да ты не бралась секретарь? нет а что ты хотела доченька им делать? хотела веточки этой елки отрезать и еще шишки хочу пособирать а они очень высоко на ботинном здании кто, шишки? а помнишь мы позапрошлом году на полу собирали шишки кулек у меня есть а как нету? вот бери соберу доченька их просто не видно доставать тебе кулечек? да вообще я взяла там в машине у меня такая маленькая сапочка я кульки взяла чтобы насобирать полезного чего-то каких-то листиков и сделать такую бормотушку полезную для растений дрова можно пособирать да? можно было бы красиво очень красиво идем туда сходим мы сейчас туда пойдем давай зайка только потихоньку можно перецепиться через эти заросли они ногам под ножку делают все все подумали что было бы неплохо Кирюху взять а потом все дружно решили что пусть дом охраняет папа по дорожке пошел нашел дорожку да мы не против папулечка мы же рядом здесь может быть эти клавики не тупые как клещи покусают нашего Кирюша не надо пробовать ну пап бесстрашные да? или бессмертные блин? ну какие-то волчьи ягоды ядовитые и все что зайка? вот это дерево а что за это дерево и что? очень сычные вот эти вот штучки я хочу ой еще я хочу пообниматься с деревьями пусть зарядат чуть-чуть энергии меня ну что зайка ты там собираешь шишки или что ты балл а шнурок развязался давай завязывай хорошо не торопись мы гуляем ой ну короче кайф что там вам говорить если бы еще не вот эта дорога шум машин ну и никуда не денешься от этой цивилизации куча еще этих лежбей вот этих деревьев блин па вот это что что мне надо там где вот эти деревья там где деревья уже раскладываются вот этот мох вот это как раз мне надо вот это все на бормотуху полезное вот это самый кайф кайф Лизон давай мне этот кулек я себе да у меня есть одна перчаточка я сейчас насобираю себе вот этого раскладывающегося там куча ой вот это тут это триходерма может быть сейчас я вот этого насобираю себе чуть-чуть и лесу нужно оставлять и себе чуть-чуть взять вот такого разного это самая полезняха будет для моих огородных растений так смотрите какую перчатку я нашла так вот это все я кладу себе кулечек так бережу большой палец нет а не вымазать а у тебя есть эти влажные салфетки в машине у тебя есть вообще семья не семья а какой-то клад вот это вот это самое классное классное ну вы поняли это же я вот это насмотрелось видео и хочу себе делать постепенно плодородный огород вот и вот это самые полезняхи вот это чуть-чуть опад вот этот схвой я тоже возьму что лизонька а а хочу веточку снять зайка а под ногами нет веточки а что там веточки что за веточки так сейчас еще чуть-чуть и все не буду наглеть чуть-чуть возьму а потом еще в другом месте оно дошло так вот это какие-то грибы и и и и и и и и а ты без ножичка Митроорганизмы всевозможные. Ну что это для тебя делает? Ну вот это ж такое тебе надо, да? Ну верно. Я в этом еще не профессионал. Мы будем учиться. А что за брюна вы там взяли? Вот это. Что его носить? Если надо всего лишь вот это. Верхний слой снят. Ну кору тоже можно. Если облазить кору. Кора она очень долго распадается. Но если ей помочь, то она может быстрее распасться. Надо еще с тобой посмотреть вот эти видосы этого Хасбулата и вот этой женщины. Ну да, там свой микроорганизм. Да, червяки, микробы. Вот тут, смотри. Вот это сколько тут. Да, вот так по капельке с разных мест надо вот этой почвы брать. Ага, за ее не так. Да, 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 да. Все, все, все. Спасибо. Извините за беспокойство. Лизон. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Залезла. Ну надо тебе такое. Я решил у нас это. Лизон. Прикольно. Оказывается, лизка умеет лазить под деревьями у нас. Это не то что-то. Не собираю. Придется барматуху сегодня лепить. Ну не то, все то. Да ты у меня, папуля, способный. Раз и уловил, что к чему, да? Ну пока что там способствует. Лизонька. Лизонька. Ну что, ты тут будешь сидеть, да, пока мы придем? Пошли, я тебя вверху порву. Вот здесь, смотри, короче, пойду. Да, вот это вот тут делать, это сейчас. Ну вот, дай, дай. Вот, а вот эти прям, смотри, хоть пару комочков положи, вот эти пару. Ага. Да. Да ты шо, все ложи. Блин, это, смотри, это счастье, это не почва. Слава, положи, пожалуйста, вот эти, да, земли, комки. Вот это мы улучшим, наше плодородие, нашего огорода. Вот это. Но там ничего нет, кроме пластилина. Такое, суховато, конечно. Ну, какое оно должно быть. Ну, какое, да. Опа! Блин, допугал. А вот еще, пожалуйста, положи, и вот комочек. И вот. Даше тяжело внести, вот. Давай, давай. Ой, жа, даже не розетта. Ну, не пьешься, блин, а шо ты думала? Бери и неси. Ну, наверное, хватит, что мы полный пакет где-то там поставим, потом заберем. А шишки? Да, шишки они, я напомню. Есть в багажнике еще один кулек белый большой. И сапочка. Извинька, смотри, вот тебе веточка, на. Нямая, зиронька, на. Ой-ой-ой, па, и вот это крутяк тоже. Да ты шо, это вообще, па, вот эта находка. Оно уже раскладывается. Вот это, вот как раз сейчас, тем более, мульчировать зиму. Труха, она сейчас сразу ее чем-то прибрызнуть. Слушай. Ну, именно вот такая, чтобы она пыльная была, а не... Вот это нормальная. А это вообще вот такое отдельно пособирать. Вот такую штуку. И сделать, где елочки у нас. Оно же будет размножаться, будет красиво. Ты замок говоришь? Да. Какая поляна красивая, с желтыми листьями, кленовые листики. Красиво как. Пахавали эти. Так вот это самый кайф, я собираю. Блин. Это же самое уже все, когда она раскладывается, эта древесина, это самая вкусняшка. Вот, когда тут лазит куча насекомых. Это же самое-самое оно. А другие мы их тут миллион, мы просто их не видим. Это только пульс. Да ну к весне все, смотри, это что, не пыль тебе. Ванна сейчас раздваю, все. Это уже она подверглась разложению, и тут уже дело небольшого времени. Так, ну в общем, сейчас еще пособираю такую красотищу. Так, нас собирали мы очень быстро. Полный кулек. Лизун кайфует на деревьях, как обезьянка. Ну, если это, делаешь эту барбатуху, то сюда можно хоть каждый день куча этих лежней. А мы второй кулечек мы же тоже наберем. Ну что, мы зря приехали. Пошли за. Этот поставим, второй возьмем. Огород у нас большой, удобрять есть, что. Да что, не можете пока здесь. Да нет, давайте ближе к нам, держитесь. Фу, ну кайф, но все равно какой-то воздух здесь вкуснее, да, Па? Да нет. Короче, с пользой проведем мы эту прекрасную прогулку. Ну, сейчас пока туда-сюда, я просто уже у меня в голове прокрутился план. Но все равно, приедем, оно уже темнеть будет. Я завтра встану и буду с этой супер смесью что-то придумывать. Заколочу барбатухи и остальное в тепличку туда себе накрою грядки. Буду экспериментировать. Ну, а что делать? Это же так интересно. Чужой опыт, это чужой опыт. Барбатуха, если на дороге ходить, вот и от цвета нужно было начать делать. Заколочу с белым кульком сюда придем. Ну, ты шо? Видишь, караед поработал. Ну, класс. Сейчас надо прийти вот это собрать, да? Так, Лизонька веточки хочет себе насобирать. Моя Зизя. Лиса. Лиса. Лиса? Ну, надо только подальше. Ага, мы сегодня смотрели видео. Или вчера, да? Как Лиса на женщину набросилась. Ух! Зверюка какая. Я придумала, что можно сделать. Нужно набросить таких много. Не обязательно каких. Да? Ну, кроме вот этих лысых. Понятно. Хорошая лыжинка-придынка. Вот, вот это интересно. Видишь, разные здесь. Грибы эти. Можно какие-то, например. Я не знаю, они... А есть гриб, по-моему, трутовик. Вот он вообще там, кладезь триходермы. Это не те грибы, за которые ты говоришь. Это нет. Это не триходермы. Ой, не трутовик. Папа, а так можно здесь как-то вот это ветки? Да, Лизун, давай. Пошли, отнесем этот кулек и вернемся. Так, взяли мы еще кулек белый. Тот черный оставили в машине. Вернулись сюда, к этому пню. Сейчас соберем вот эту вот красоту. Блин, он хоть не дырявый. Хотелось бы. Полками бил, 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 добил. Ну, ладно. Ну, вот это, да, видите, так хорошо уже кто-то. Кто-то короед, да, наверное, порыз почву. Ну, ладно. Идемте дальше. Посмотри на вот это дерево, что с корой у него. Рядом такое темное. Здесь может это, вон напротив, смотри. Там, может, специально снимаются, погибли эти деревья. Я не могу тебе сказать, что происходит. И оно плачет все в слезках тут у него. Деревосенько. Что, кто поиздевался над тобой, а? Что ж это такое? Вандалы-то какие, а? Ну, не знаю, по, не знаю. Может, наоборот, оно там сильно что-то напало, болело его. И что, кто такой есть этот? Ну, когда не знаешь чего-то, так предположения тоже могут быть глупыми. Кайф. Берем. Ой-ой-ой. Берем. Это все, труха. Блин, мне вот это прямо в теплицу положить, накрыть на зиму. И пусть оно там естественным путем. Сейчас еще чуть-чуть наберу. Это же курорт на это. Вот, смотрите, Игорь разбил. Какая красота уже. Чтоб ничего не выскочило на судьбу. Тырса сама. Из березы байкеры. Ну, давай, я собираю. Мы даже не знаем, какие они. Да-да, под снегом то-сё, и оно уходит туда, в нижний слой плодородный, и там сильнее разлаживается. А куда, сюда же не надо, это в карманы вложи себе, стышки. Только найди, вот. Они же грязные. Хорошие найди, чистые. Грязные выкидывай. Ну, тогда вот так неси в ручках, и это, что их помыть же можно, да, щеточка? Да. Ну, мне столько хватит было. Доченька, в следующий раз, ну, будешь знать, что ехать в лес, надо кулечки брать с собой. Я красивые взяла. Смотри, я чистые взяла, грязные выбрось. У неё тоже красивые. Ей красивые, значит, красивые ей. Ну, давай по дороге ещё подсоберём, что будет. Ну, в общем, сколько мы тут где-то частик. Усталость в ногах чувствуется. Видите, уже смерклась. Быстренько темнеет с трёх до четырёх. Сейчас четыре начала пятого уже темень будет. Вон, это речечка. Ставок. Ну, ты, по идее, как родник вот этот набрался. По легенде. Может, и не родник, да. Ставок. Бежишь, бежишь и перерезаю тебе пополам. Так, вот ещё у нас рассыпчатую земельку. Ой, так, смотри. Красота. Грунтика чуть-чуть, да? Вот здесь прорастёт тебе всё, семена, всё на свете. Да. А уже так нормально, под ложечкой сейчас сёт, да? Кушать хочешь? Да не, я ж только вот съела бутерброд, но ещё не хочется. А я хочу. Сейчас дома будешь кушать уже. Идём к делискам. Ты хорош. Так, вот здесь всё большое. Назад. Всё. Идите. Всё, затарились полезностями для наших огородных грядочек. Всё, едем домой. Всё, управились. В общем, счастливые, с чувством выполненного долга. Отдохнувшие, подышали свежим воздухом. Едем домой. Так что молодцы, что не обломались, не остались дома там сидеть. Оделись, собрались и поехали. Ну, такие дела, Лиска не чихает. Тепло, кстати, вообще не холодно, а погода шикарная. А время есть у тебя, да, Павел? Четыре. Четыре градуса тепла? Четыре часа. Я говорю, а я что сказала, время? А время есть у тебя? Я тебе говорю, четыре. А я имела в виду градусы, а говорю, время. Одиннадцать, да. Ну вот, на одиннадцать, да. На четыре нет. Четыре это намного холоднее. Приехали мы домой с леса. Кирюша разоряется. Ой-ой-ой. Сейчас и сломает ворота этот Кирюшка. Опа. На ключик закрой. На ключик закрой. Так, можно выпускать Кракена. Кракен. А, он уже здесь. Да ты... Ай, блин, ну Кир, ну ты же можешь ноги переломать. Счастье сколько. Приехали родители. Семья приехала. Какое счастье, да? Вставать эту куда? В летнюю кухню. Ты хорошо охранял наш дом? Кир, охранял хорошо? Да ты наш... Ой, ты... Ой. Ну Кир, ну страшно ж, блин, когда ты летишь на меня. Ой, боженьки. Ой, ты, боже наш пёсель. Так далеко не бегай на мои грядки, не бегай. К Дашеньке побежал. Ой, боженьки, Кирюшка, Кирюшка, Кирюшка. Лизонька веточек сосновых себе набрала. Ой, они так будут пахнуть, Дотя, если в комнату их отнесёшь. А давай мне эту штуку за... Лизонька возьмём штуку. Вот такое богатство мы привезли из лесу. Класс. Класс-прикласс. Отлично, прогулялись, в общем. Да, Папулька? Что там, смотришь? Вот они мы, прогулялись, прогулялись. Всё, отдыхаем. Теперь вечеринец. Всё, солнышко село. Всем пока, друзья.